Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим, будете ли вы вместе. Как всегда, мой расклад могут смотреть и мужчины, и женщины, как и все другие мои расклады. Просто переворачивайте под себя. Будете ли вы вместе? Настраивайтесь на расклад, на свою половинку. И смотрим, какой мужчина к нам пришел сегодня на расклад. Знаете, пришел мужчина, который вроде бы и победитель по жизни. Вроде бы он и активный такой товарищ, серьезный, стабильный, который вас любит. Он хочет быть с вами, но что-то его пугает. Какие-то страхи в нем присутствуют. Он как-то тормозит развитие ваших отношений. Возможно, кого-то предложение не делает. Может быть, у вас уже длительные отношения, а он все боится. Давайте уточним, с чем страхи связаны. Да, он боится, что появятся дети. Будет сложно, что будет ответственность. Да, если кто не делает предложение, то скорее мужчина боится ответственности, что будут большие финансовые вложения. То пока он как-то не торопится сделать вам предложение. Хотя мужчина вас любит. Так, будете ли вы вместе дальше с этим мужчиной? Да, у вас любовь с мужчиной. В принципе, у вас все хорошо. Вы должны быть с ним и дальше, вместе. Возможно, даже совместное проживание, кто еще пока не живет. Но вам придется, знаете, вот потрудиться. Не так легко и просто вам придется его склонить на свою сторону. Мужчина, вроде бы, как я говорила, и сильный, но какой-то вот, ну, нерешительный, трусливый, что ли, как-то. Ну, какой-то такой. Вот, знаете, вот в одних ситуациях он такой весь, вот, весь из себя я такой, я царь и бог, я все умею, все смогу. Ну, а когда что-то серьезное, какие-то серьезные вопросы, что-то нужно решить серьезное, он сразу в кусты, ему страшно. Поэтому, знаете, дорогие женщины, может возникнуть ситуация, когда уже вы станете перед выбором, а стоит ли быть с этим мужчиной. Да, у вас есть шанс, что вы будете вместе, да. Да, но это вам такой кровью и потом дастся. Да, вы будете победительницей, вы добьетесь, но это будет вам очень и очень нелегко. Это, возможно, через конфликты вы пройдете, чтобы, наконец-то, дать ему понять, либо я, либо до свидания, да, либо мы вместе, либо вон бог, вон порог. То есть, это не так легко и просто у вас все будет, несмотря на любовь, но мужчина такой, знаете, у кого-то проигрывается, что мужчина маменькин сынок. Он может очень сильно слушаться маму, мамины советы. Возможно, его мать, либо же родня вас не очень-то долюбливает, а он к ним прислушивается, знаете. И он почему-то еще живет прошлым, я вам скажу. Может быть, у вас еще, у кого новые отношения завязались, он еще может бывшую вспоминать, там, или ностальгировать за ней. То есть, какие-то еще, знаете, вот моменты такие присутствуют, не очень хорошие. Поэтому смотрите, выбор, как всегда, за вами. Но мужчина довольно такой нерешительный, трусливый, я бы даже сказала. И, кстати, девочки, он с линцой, я могу вам сказать. Да, он-то вас любит, но он с линцой. Особо помощника из него по хозяйству не будет. Скорее-то вы будете, если вы будете жить вместе, конечно, решите. Скорее вы будете, знаете, есть хорошее выражение. Я и лошадь, я и бык, я и баба, я и мужик. Так вот, скорее всего, такая жизнь вас ждет с этим человеком. Он вас будет любить, но любить на словах. А, как мы знаем, настоящий мужчина доказывает свою любовь поступками. А этот такой, знаете, полежать, отдохнуть, где-то посидеть. Знаете, как есть мужчины, приходят, вот я устал, мне надо отдохнуть. То есть, он не задумывается, что женщина тоже устала, ей тоже надо отдохнуть. И нужно как-то вдвоем даже бытовые вопросы какие-то решать, да, помогать друг другу. Ну, потому что оба пришли с работы, оба устали. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!